Киев Прайд в Киеве не обошелся без провокаций со стороны радикалов. У многих силовики изъяли банки с зеленкой, яйца и даже гранаты. Противники марша подожгли флаги ЛГБТ-сообщества, а несколько участников шествия подверглись нападениям. Шестерых задержали. Подробнее в нашем материале. Центральные улицы столицы сегодня заполнили люди в яркой одежде и с разноцветными флагами. Тема цегоречного Киев Прайда – Украина для всех. И основные наши требования для общества и для государства будуются вокруг этой темы. Среди участников акции много иностранцев. Они признаются, для них это не в новинку. Давно участвуют в подобных маршах у себя на родине. Я приехал сюда из Кишнева специально поддерживать всех ЛГБТ-людей Украины. Я израильтян. Это должно быть, потому что думаю, что Украина должна быть более толерантной страной. В Израиле есть. Это как традиция в Израиле. Мы боремся за права и для того, чтобы в Украине у всех были уровни права. Вы участники канадских прайдов. За кордоном это больше происходит как celebration. И потом... Но далеко не всем такая затея по душе. Нашлись и противники подобных мероприятий. Они пытаются навязать общество заявление о том, что сочинение равен с нормой. Дорогие друзья, это разносчики. Это вредители Украины. Эти люди хотят нас заразить. А вот активисты националистических организаций еще со вчерашнего вечера прикрывали улицы, чтобы не позволить участникам марша пройти. Но в итоге сами попали в ловушку. Мы были еще с 7 вечера тут. Нашнее чертование было. Нас блокировали за то, что мы блокировали именно этот марш. В полиции во время марша похвастались. Порядок обеспечили. Все большинство прошло с какими. Более 5000 было национальной полиции, национальной гвардии и всех подразделений МВС. А вот после Киевпрайда без инцидентов не обошлось. В одном из ресторанов быстрого питания на участника парада из Израиля совершили нападение. Пострадали и журналисты. Один из интернет-порталов заявил, на их фотографа набросились полицейские. Когда он хотел сфотографировать, как копы пытались кого-то задержать, то подбежал сотрудник полиции, как пишет медиаресурс, без опознавательных знаков, и попытался помешать съемке. Бил кулаками по камере и хотел ее отобрать. А его коллега нанес несколько ударов корреспонденту. Мы обратились за комментариями в полицию, в надежде услышать, как там оценивают действия своих сотрудников. И вот, что нам ответили. Он написал заявку. Мы ее приняли и передаем в прокуратуру. Организаторы Киевпрайда уже подвели итоги. Уверяют, количество участников по сравнению с прошлым годом заметно увеличилось. Мы ожидали около 5000, я думаю, что приблизительно такая цифра и была, потому что то, что я наблюдала, это было больше, если не меньше, в два раза, чем прошлый марш. К 11 утра Киевпрайд закончился, но вот улицы столицы оставались перекрытыми еще несколько часов. Богдан Вербицкий, Инна Томина, Вадим Ревун и Максим Чеблин. Подробности – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok